В отличие от большинства театров, Тан летом на каникулы не уходит. Напротив, для артистов этого любительского театра это время премьер и интересных открытий. Так, совсем недавно труппа вернулась со Всероссийского фестиваля «Сахалинская рампа-2017». Об этой поездке и о ближайших планах труппы мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Карина Коноваленко и Юлия Нартова, артистки театра «Тан». Привет, девчонки. Здравствуйте. И Андрей Владимирович Нартов, основатель, художественный руководитель и артист театра «Тан». Здравствуйте. У меня комплимент уже. Ну, я думаю, что следует начать, конечно, наверное, с вашей поездки на театральную рампу. Это, как я уже сказала, фестиваль всероссийского уровня. Были гости из других стран. Расскажите нам, интересны все подробности. Не, ну было немножко сложновато. Я имею в виду не то, что сложновато, а сложно было немножко с деньгами. Но, опять же, на выручку нам пришла энергия участия. Она оплатила нам билеты, ну, а остальное мы сами заработали. Улетели мы туда 13-го. Мы прямо попросили, чтобы мы прилетели на открытие. И 13-го июня мы были на открытие «Сахалинской рампы». Театры приезжали постепенно. Сначала мы приехали, была пресс-конференция. Но феерично дети привыкли у нас на площади. Там город маленький. Там всего население 150 тысяч. Это как будто наш один район. Ну, город очень чистенький. Театр очень приятный. Нас тут же сняли с нами интервью. То, что мы приехали. И еще, учитывая, что мы как бы любительский театр. То есть, такой свободный. Они все критики допытывались, какой мы театр. И говорю, мы вот свободный театр Приморского края. Приморья. Мы посмотрели. Сначала было открытие. И мы посмотрели три спектакля Чехов-центра. Это вот был у них «Скупой вишневый сад». Два спектакля. А потом приехал Нюрбинский театр. Они показали шинель по Гоголю на сцене. Прям все перегородили. Построили там сцену. И вот для нас это было, конечно, новостью. Нюрбинский театр. Вы даже не представляете, где это. Когда они рассказали, как они доехали. Значит, они ехали на машинах. Потом паромом. Потом опять на машине. Опять паромом. Опять на машине. Опять паромом. А потом уже с Якутска они летели в Хабаровск. И с Хабаровска они приехали сюда. Но вот я такого спектакля еще никогда не видел. Мы все были потрясены. Это что-то фантастика. Они, кстати, получили за это золотую маску. За это спектакль. Макаров поставил. Ну вот. И мы очень ждали нашего 19-го числа. Нервничали. 18-го, да. Давайте расскажем телезрителям. У нас были до фестиваля, конечно, уже озвучивали, с какой программой вы летите туда. Но все-таки кто-то не видел предыдущую программу. Напомните нам о своих спектаклях. Мы договаривались с Александром Агеевым, главным режиссером и художественным руководителем Чехов Центра, театра, что мы везем на малую сцену. Малые формы спектакля. И именно молодежный социум. Мы договорились с ним. И мы везли Наташину мечту. Первую и вторую часть я победила. Ну, кто был у нас на Светланской, они все видели эти наши два спектакля. И там на малой сцене мы готовились. Нам дали сутки. Мы целый день репетировали. То есть вы обхаживали площадку, целовали. Да, да, да. 17-го числа все делали. Свет выставляли, музыку репетировали. И вот настал такой день. А еще, это же каждый, после каждого спектакля шло обсуждение. Приехали критики. Вот самое главное, это вот театральные критики. Вот я даже, тут у меня тут записочка лежит специальная. Александр Вислов, Москва. Он входит в дирекцию фестиваля «Золотая маска». Да. Мария Наймарк, Санкт-Петербург. Она входит в дирекцию самого огромного и большого популярного театрального фестиваля «Санкт-Петербург». Это «Радуга». Это представляете, какие, да? Уровень это самый высокий уровень. Ольга Галахова – это театральный критик. Это редакция газеты театральной, журнала «Театральная жизнь». Она «Правая рука безрукова». То есть, там такие мастодонты были. И Белецкий был. «Правая рука безрукова». Да, «Правая рука безрукова». Чудесный каламбур. Было очень интересно. И каждый день после просмотра спектакля оставался зритель в зале. Ну, кто хотел, тот оставался. Кто не хотел, тот уходил. И было обсуждение спектакля. Разбирали его по косточкам просто. Это очень страшно. Расскажите так, что сказали вам. Когда вот до нас дело дойдет, вот что с нами будет, конечно. Было очень страшно. Но я не боялся. Я был уверен в своих артистках, что мы сделаем все правильно. В общем, разбирали Тюз Хабаровский. Они возили старшего сына. В общем, критик – это что такое, да? Вот я хочу напомнить, да? Они высказывают лично свое мнение. Я вот критиков не очень люблю. Говорят, что критики – это несостоявшиеся артисты, да? Да. Или режиссеры, или это. Но мы не будем их обижать тем не менее. Не-не-не-не-не-не. Ни в коем случае, потому что нам понравилось. Там была Анна Шабгарова, Завлит и тоже там правая рука. Это которая в Тюзе работает. Это наши старые друзья. Анна Шабгарова присутствует. Но вот когда наступил наш день, это было что-то страшное, конечно. Конечно. Нервничали все, потому что у Карины это была премьера, а у Лены Зайки это была премьера. Она никогда не играла вторую часть «Победила я». Там очень психологический спектакль. В общем, у всех практически были премьеры. И такой на малой сцене… Самую стрессовую ситуацию о своих артистах поставит. Потому что и уровень актерский, конечно, очень высокий. После Нюрбинского театра, после Чехов-центра, после Хабаровского тюза «Старший сын». То есть, и вдруг вот… В общем, мы стояли грудью за Приморский край. Мы вот так встали просто намертво. Конечно, а тем более, что мы играли его два раза. Три часа дня мы играли спектакль, потом у нас был отдых и в восемь вечера, да? Да. А сработал тот самый страшный закон второго спектакля, когда? Всегда неудачно? Я думаю, что нет. Сыграли мы все на высшем уровне. По-моему, так они никогда не играли. Наверное, от страха или от этого. В общем, после первого спектакля, как всегда, остались критики. И выходит художественный руководитель, они им говорят, кто хочет, уходите, а кто хочет, оставайтесь, будем обсуждать спектакль. Никто не ушел из зала. И начался разбор. Знаете, разбор полета. Сильно волновались? Ну, вот сейчас вот они скажут. Скажите, девчонки. Ура. Поразило то, что люди не ушли, остались. Это было очень приятно, потому что других, после других спектаклей многие уходили. Перед каждым спектаклем, у них так принято на фестивале, выходит художественный руководитель театра и объявляет, что вот вы сейчас, дорогие зрители, дорогие критики, посмотрите вот такой-то спектакль. Ну, вот и перед нашим выступлением он вышел, объявил Наташину мечта, Полинович, первая, вторая часть. И выхожу я и говорю, вот, здравствуйте, дорогие друзья. Вот вы сейчас посмотрите спектакль, но чуть необычно. Вы будете все присяжные заседатели. И в конце спектакля мы все проголосуем. Кто сердцем, кто совестью. Виновна она или невиновна. Потому что первая часть это суд. Судят девочку из интерната. Ну, кто был на этом спектакле у нас, мы его уже тут полтора года играем, Наташину мечту. И вот закончился спектакль. Кто-то там плакал, кто-то рыдал уже в зале, как всегда. Кто-то как я. Да, и я выхожу и говорю, ну что, дорогие зрители, давайте проголосуем. Кто за, кто против. Виновна она или невиновна? Ну? Ну, большинство проголосовало, что невиновна. 60 на 40. Выступила женщина, она получается юрист. И она, с юридической точки зрения... Она даже не юрист, а она... Прокурор. Прокурор в обвинении, которую, да, это прокурор, и она... Она сказала, ну, говорит, со стороны юридической точки зрения, она говорит, виновна. Но, говорит, если бы... По-человечески? По-человечески, чисто по-человечески, говорит. То нет, конечно, я бы, говорит, оправдала. А так, говорит, наказуемо. И очень много людей, кто плакали. Прям захлеб. Они прям все обсуждение сидели, плакали, а потом ушли и все равно плакали. Вы чувствовали, получается, эту отдачу, да, публики? Да. Они просто еще начали так странно рассуждать. Но у нас никогда так не рассуждали. Про вообще спектакль в целом. Вот другие люди, вот другой зритель совершенно. Начали думать какие-то другие причины, почему он так сделал. Начали винить этого мужчину, Валеру. И вообще это было очень странно. В общем, никто никогда даже об этом думал. Но они изнутри, видимо, смотрели, да? Ну, видите, обсуждение, оно всегда дает такой интерактив, что ты каждый раз вот находишь что-то другое. Каждый мыслит же по-разному человек. Почему она виновна? Почему они на ней виновны? Вот почему мы как бы на фестивале были единственный такой театр, единственный театр, который спектакль 15-16 лет, и именно жизненный социум. То есть там драки, убийства, интернат, нищета, матью убили. Понимаешь, там вот, в общем, самый такой вот мы в пласт подняли, именно которого вообще и в Южно-Сахалинске таких спектаклей нет. Ну, если посмотреть на программу, я, извините, перебью, то действительно достаточно репертуарные спектакли. Это Гоголь, в любом случае это классика. Да, Гоголь, Ревизор. А здесь современные, малоизвестные, к сожалению, пока еще драматурги. Ярослава Полиновича – это самый лучший драматург. Это спектакль вообще 2008 года, да? Нет, 2007 года. Или 2007 года пьеса. То есть она играется везде, но до Урала. Вот мы с критиками говорили, что культура, у нас идет как бы вот до Урала. После Урала как бы вот и страны не существует. Потому что вот эти московские критики, все такие, они же очень умные, они после второго спектакля, который Лена Заика сыграла, они были вообще все в шоке. И помнишь, она смеялась, говорила, а как ваши девочки выходят из этого психологического состояния? Карина говорит, что там… Пилюли попели, и все нормально. Пилюли, то есть я говорю, ну, вот, потому что очень сложно, потому что они сами плачут, они сами рыдают, но критики, конечно, там сделали нам кое-какие замечания, но как любительскому театру на фестивалях любительских театров, то есть нам делать нечего. То есть как бы, ну, это не я говорю, это вот критики, а то сейчас скажут, что я опять хвалюсь какой. То есть только гран-при забирать там, надо любить. А вот для такого профессионального уровня нам нужно расти, расти и расти. Я совершенно согласен. Нашему театру-то два с половиной года только. Конечно, у вас еще все впереди, и я уверена, что вы покорите и другие вершины театральные. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор с артистами театра ТАН. Мне хочется продолжить тему спектакля «Наташина мечта». И, как вы сказали, Андрей Владимирович, отзывы были исключительно положительные, и девочки подсказали сейчас, что для них открылось что-то новое в этих обсуждениях. Вот что именно, и, может быть, вы как-то поменяете отношение к этим ролям, может быть, как-то начнете какие-то новые грани для себя открывать на площадке, или все все-таки для вас останется так же, как было? Ну, не совсем. Может быть, на 10% что-то поменяется, но так нет. А новые грани — это то, что люди думали, что виновен мужчина, который рядом с ней был. Но как бы она сама себе все это придумала, всю эту любовь, и поэтому я даже не думала никогда о том, что может быть виноват Валера, или вообще кто-то может виноват. Как-то даже об этом не задумывались, поэтому... Не знаю, но было интересно послушать их, очень интересно. Там такие бойни были, нет, это Валера виновата, нет, это она виновата, это виновата ее мать, которая ее не воспитала, ну и так далее, и тому подобное. Поэтому было интересно, но так для меня лично почти ничего не изменилось. Карина, а для тебя? Ну, как перед репликой, когда начинаешь говорить про Валеру, мысляю, это Валера виновата, у тебя такой, ага, Валера, и все, у тебя сразу взрыв эмоций, ты сразу начинаешь играть со злостью на эту Валеру. А так, в особо тоже ничего не поменялось. Но ведь полезно было все-таки услышать мнение такое, правда? Мне кажется, для артиста это важно. Да, когда спектакль ставим, мы же его разбираем, тысяча раз это все повторяем, каждые фразы, и для нас он как бы становится родным уже, он спектакль, мы все знаем, виновно, невиновно. А когда зритель первый раз видит, особенно в другом, в чужом городе, вообще очень интересно. Вот мы вот недавно, мы на Садгороде, лагерь профилактории, мы туда возим сказку, играем Наташину мечту, вот я сейчас скажу. И мы уже съездили туда три раза, на Садгород, и отыграли три Наташиных мечты. А 14, 15, 16 лет, подростки были, а последний раз играли, были дети из интерната, с Камчатки. И когда 100 человек сидит и смотрит этот спектакль, а потом начали голосовать, они также все были присяжные заседатели, то все 100 человек подняли руки, что она невиновна. То есть удается донести эту главную мысль, да? Ну да, что она невиновна, ну юридически виновна. Ну мы сейчас говорим о человеческом качестве. А мы сейчас говорим о человеческом качестве. Я предлагаю сейчас рассказать о премьерах, которые готовят Садгород. Мы сейчас готовим три премьеры. Три премьеры. Мы также продолжаем работать с драматургом Галина Лавриненко, которой вот мы ведунью поставили спектакль. Мы сейчас ставим ее второй спектакль, пьесу «Комната Аддультер». Название это уже интересно. Да, «Комната измены». Да, это будет секрет. Очень интересный спектакль, очень интересный. Играют три актрисы разноплановых и один мужчина. Потом мы готовим «Макдонаха». Начали уже читку «Королева красоты». Тоже на четырех, две актрисы. Два артиста, да? Да, четыре артиста. И мы познакомились с Родионом Белецким в Южно-Сахалинске. Он на нас произвел такое несгладимое впечатление. Поэт, певец, драматург. И вообще как человек великолепный. Потому что каждый день мы после спектакля, все ехали в арт-пространство «Стрекоза». И подведение итогов, веселья, танцы. То есть каждый день была тусовка, да, девочки? Это, кстати, очень важная часть. Девчонки с Мюнца. Но, если честно, вот такое общение, это ведь как обмен опытом. Да. Это вдохновление, что ли, я не знаю. Мне кажется… Да, помните, мы с Нюрбинским театром, с Якутией, мы танцевали «Танец солнца» с ними. На следующий день уже в Сахалинске выглянуло солнце. Потом приехали японцы, с японцами танцевали. Потом приехал Омский театр. Мы с Амичами, потом с Хабаровчанами. То есть вот эта тусовка, она ничего не заменит. Хочу заметить для тех, кто не знает, что действительно, вот вы сейчас перечислили те города. Понятно, что заграничные – это безусловно, бесспорно, то, на что стоило посмотреть, и что придало, наверное, также очень много новых знаний. Но те театры, которые вы озвучивали, и Хабаровский тюс, и Омский театр, они считаются одними из самых сильных у нас в стране. Да, и Питер. И Питер, безусловно, да. Да, бутусов. И, конечно, это очень здорово, что у таких юных артисток, у которых все впереди, в таком возрасте есть возможность пообщаться с мэтрами сцены. Да, девочки? Мне кажется, что вам это очень многое дало. Расскажите, что вы сейчас почувствовали? Может быть, какие-то новые вещи для себя открыли, как артистки? Мне очень интересно, что для вас эта поездка все-таки на театральную рампу? А видите, у нас такие маечки. Мы даже в маечках поехали одинаково. Это, наверное, очень большие и хорошие воспоминания, реально. Когда каждый день ты ходишь в арт-пространство с трикозой, и критики вместе с тобой сначала сидят как бы за столом, все веселятся, обсуждают какие-то темы, которые не касаются данного спектакля и так далее. И потом ты видишь их, и они сидят перед тобой и смотрят, и оценивают тебя не так, как в обычной жизни. И вот это очень интересно, очень круто, и запомнится не всю жизнь. Еще хотите поехать? Да, мы хотим еще. Но я думаю, что нам нужно поехать в Новосибирск. Надо посмотреть, потому что в Новосибирск, в Пермь съездить, на такие молодежные тусовки. Но вот Мария Наймарк, вот Санкт-Петербург, мы с ней переписываемся. Нам бы, конечно, в Питер бы рвануть бы уже. Что нам этот Новосибирск? На «Радугу». Но там такие участники, там Кирилл Серебренник, тогда Прибалтика, Немцы, Латвия, Литва. Вот там в Питере собираются такие театры современные. В общем, надо готовиться. Мы вот сейчас идем по пути, мы сейчас занимаемся речью, занимаемся пластикой, мы расширяем наш театр, мы набрали студию еще новую. В общем, работаем, 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 работаем. Я думаю, через года два, да, мы уже как-то тоже вырастим. Но опять же, у нас все упирается, нам негде играть. Вот все мы ищем с твоей 120 квадратов. Может кто-то услышит, может кто-то нам поможет. Конечно. Где-то, что-то. У нас есть репертуар, у нас есть театр, но нам пока негде играть спектакли. Конечно, нам предлагают, и Анна Олега нас приглашает. Вот мы работали вчера в филармонии «Сказку царь горох», 18-го, Пушкинский театр. Но хочется какой-то свой уголок. И в принципе, я-то, и мы с ребятами создавали театр-квартирник. Малые формы, малая сцена. Это лучше всего. И более того, как мы уже говорили в предыдущих программах, и хочется опять же это повторить, что, к сожалению, пока что у нас в городе, пожалуй, только вы, да, выезжаете на подобные фестивали. И более того, да, есть, конечно, театр «Белая лошадь», также известный, есть небольшие театры, но тем не менее, пока еще у нас это не настолько популярно. А ведь эти малые формы, малая сцена, она сейчас востребована очень в крупных городах страны, в городах мира. И поэтому очень хотелось бы, чтобы Владивосток, в котором так много молодых талантов, немолодых талантов, различных артистов замечательных, и, к сожалению, пока еще у них нет возможности выходить на такие площадки. И вот я очень надеюсь, что в скором времени у вас все-таки появится свой постоянный угол, потому что это очень важно для театра, не кочевать постоянно от сцены к сцене. Мы бродячие артисты. Мы бродячие артисты. Мы бродячие артисты, да, к сожалению. Но ведь своя площадка – это своя площадка. Правда? Да. Ну, конечно, хорошо. Я думаю, что это будет, потому что театр – это такая машина, что остановить ее невозможно, потому что звонят зрители каждый день, когда вы начнете, когда премьера, когда следующий спектакль. И остановиться невозможно. Не закрыть его, не прикрыть. Мы сейчас вот три спектакля. Мы еще готовим, сейчас начинаем готовить новую сказку, которую я никак не могу ее доделать. Это как Баба-Яга замуж дочек выдавала. Помните, как там мы говорили? Конечно, конечно. Кассо не три дочки было, господи. Хорошо, хоть три. Разочарование детства. Разочарование детства, Кассо, у каждого Бабы-Яги было. Ну, в общем, работа идет, мы очень трудимся, работаем. На каникулы не уходите, как я сказала. Ну, кто-то у нас уходит, кто-то у нас приходит. У нас пришли очень много новых людей, очень много. Есть талантливые люди. И, в общем, самое главное, что есть интерес. Это вот фестиваль. В фестиваль мы съездили, везде рекламу свою дали, и уже говорят, о, ну ничего себе, театр танц съездил на профессиональный фестиваль, на такой уровень. Ну, значит, это хорошо. И уже пробуждается интерес, уже дети появляются новые. Вот сейчас у меня молодежь очень хорошая, очень хорошая молодежь появилась. Это где-то 8-9 класс, вот пришли ребята. В общем-то, работаем, работаем. Поколение подрастает, добивается новых высот. Ну да, потому что кто-то наигрался уже в театре, потому что театр такая вещь, что ты себя прикипаешь душой. Ну, кому я объясняю, вы же знаете. Тот, он и есть в театре. А кто-то пришел, поиграл там годик, раз там что-то, раз, и прыгнул там куда-то в другое. Поднялся на другой уровень. То есть, как бы, он живой. Он живет, и он так и должен быть. Постоянно у нас воды, у нас работы. В общем, работы хватает, как бы, на нормальном, академическом или каком-нибудь другом театре. Нам, к сожалению, пора заканчивать. Я думаю, это будет отличной нотой для окончания нашей программы. Я очень рада, что запал у вас не пропадает. Более того, только прибавляется. Я желаю вам новых побед, желаю вам поскорее найти свою площадку. Ну и, конечно же, зрители с удовольствием придут, я уверена, на ваши новые спектакли. Спасибо огромное, что пришли к нам. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин